Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого новости. Меня зовут Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Горосберком официально объявил о завершении подсчета голосов по выборам мэра Одессы и депутатов Одесского городского совета. 64 заветных мандата разделили между собой пять партий. Как распределяться места в горсовете, знает Сергей Бандур. Не выспавшийся после трех суток непрерывных заседаний глава городской избирательной комиссии оглашает результаты выборов мэра и депутатов Одесского городского совета. Говорит, не помешали подсчетам даже сообщения о минировании здания, где заседал горосберком. Вы знаете, это ложная тревога оказалась, а возможно шутка. Нелепая, как мы считаем. Мы продолжили работу, согласно закону, мы находились в непрерывном заседании и прекратить непрерывное заседание до окончания подведения итогов выборов мы не имели права. Проходной барьер в горсовет преодолели пять партий. Между собой они поделили 64 депутатских мандата. 33,3 процента голосов отдали за партию доверять делам. Это 27 мандатов. На втором месте 17,5 процентов. Блок Петра Порошенко «Солидарность» это 14 депутатов. Дальше оппозиционный блок 14,5 процентов, 12 мандатов. Оставшиеся 5 депутатов от самопомощи. Эта политсила набрала 14 400 голосов и проходные 5,5 процентов. А вот Батькивщине набрать заветных 5 процентов не удалось. Не спасли никакие ухищрения. Всего 11 672 одессита отдали свои голоса за них. Это 4,4 процента. Также огласили окончательные результаты по выборам мэра. Подведя итоги голосования в Одессе в одном отдантном выборчем округе, городским головой выбран Геннадий Леонидович Труханов, набравший свыше 52 процентов голосов избирателей. Таким образом в Одессе выборы состоялись в один тур. Новое городское руководство приступает к работе немедленно. Уже сегодня первый общий сбор. Мэр будет представлен сегодня на сессии городского совета. Также Евгений Григорьев рассказал о ходе подсчетов по 16 городским округам на выборах в Одесский областной совет. Как оказалось, уже подсчитаны все 100 процентов голосов. Осталось утвердить 2-3 протокола опоздавших участковых комиссий. Их оставили на потом. Первоочередная задача закончить с горсоветом. Подбивали результаты выборов в Одессе Сергей Бандур, Андрей Кульба, 7 канал. Геннадий Труханов готов к пересчету голосов на спорных участках. Такое заявление победитель мэрских выборов сделал в ответ на обвинение оппонентов в фальсификациях. Мы готовы предоставить все возможности. Я буду рядом стоять, чтобы мы на тех участках спорных, которые сегодня есть, провели пересчет. Но это процедура. И нужно знать эту процедуру. Если в штабе моего оппонента не знают, а просто закидывают какими-то лозунгами, давайте пересчитывать. Я так понимаю, что они собираются пересчитывать до тех пор, пока он не победит. Второй, третий, десятый тур – это нескончаемо. Я предлагаю все-таки успокоиться, сесть за стол переговоров и дальше работать на благо Одессы. Жители Украины отмечают 71-ю годовщину освобождения от фашистов. В честь этого праздника на Аллее Славы возложили цветы к памятнику неизвестному матросу. Как это было, видела наша Ольга Голодова. В честь Дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков на Аллее Славы собрались ветераны Второй мировой войны, участники АТО, курсанты морской и военной академии, а также представители духовенства. Рота почетного караула военной академии торжественно несет венки с цветами к памятнику неизвестному матросу. У меня бабушка умерла, прабабушка. Вот бабушка рассказывает, как это все было. Это очень было страшно и тяжело. И что она мне сказала, что не дай бог такое еще произойдет когда-либо. И чтобы я такого никогда не знала, не переживала. То, что она так рассказывала мне, что это были такие слезы. Так было страшно не передать прям. Такие мурашки у меня по коже было, когда мне рассказывали это. Во времена Второй мировой войны на протяжении 40 месяцев военные действия происходили и на территории современной Украины. В июле 41-го фашисты оккупировали территорию западной Украины. В августе-октябре и восточную часть страны. Это действительно очень важный праздник. Я считаю, тем самым, что мы здесь стоим, мы вносим маленькую часть того, что сделали для нас наши дедушки, прабабушки, прадедушки. Это очень важно. И я считаю, ну, это действительно почетно. Особенно для меня. И я с радостью стою здесь. Александр Никифорович помнит дни войны. В сражениях он не участвовал. Помогал своим товарищам на трудовом фронте. Учился в строительном техникуме, потом в училище. Параллельно работал строителем. И 28 лет прослужил воздушным пограничником. 28 октября, когда закончилась восточно-карпатская операция, территорию Украины окончательно освободили. Все даты помню. И освобождение Украины, и приход на границу наших войск. Ну, и победа, конечно. Ликовало весь народ. Было радостно. И после войны так стали поднимать народное хозяйство. Александр Никифорович говорит, что Украину ждет процветание. Утверждает, что осталось подождать год или два, и все наладится. Нужно всему народу быть поумнее и выбирать во власть честных, справедливых людей. Но так пока не получается. В конце концов, люди поймут, будут избирать достойных людей во власть. Руководители пограничных служб Южного региона показали, как умеют работать в экстремальных ситуациях. Их готовность выполнять задачи проверяли на пункте Кучурган. Это граница с непризнанным Приднестровьем. Инструкторы моделировали разные сценарии, при которых нужно было задержать нарушителей, проверяли автомобили на наличие наркотиков, изучали давности направления следов и даже вычисляли преступников, которых разыскивает Интерпол. Сейчас дополнительно их подготовить и проверить их практические навыки для работы в условиях, которые склались сейчас у нас на государственном кордоне, в первую очередь на Приднестровской отделении. Кроме практических задач отвечали на теоретические вопросы. Заданиями справлялись легко. Отмечают, с такими ситуациями сталкиваются ежедневно. Безпосредственно затримывать от порушников доводится часто, поэтому необходимо постоянно проводить данные занятия, чтобы подготовить особого склада. Чтобы особый склад был подготовлен, то сможем действовать на разные провокационные действия и изменения в обстановке. О том, как вычисляют следы преступников и зачем пограничной службе женский лак для волос, смотрите в наших следующих выпусках. Он любит повторять хороша та драка, которая не состоялась и учит своих воспитанников выходить из конфликта победителями. О тренере карате Саше Черфасе, маленьких и взрослых спортсменах и умении воспитать мужской характер даже у дошкольника. Смотрите в новом выпуске «Профессии и достоинства». Программу Натальи Костенко, посвященную работе тренера, «Седьмой канал» покажет сегодня в 15.30. И пока на этом все. Следите за новостями на сайте «Седьмой канал.com.ua», на нашей странице в Фейсбуке и ВКонтакте. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Не ищите информации на других каналах. Все самое интересное у нас. Увидимся в 16 часов. Хорошего дня.